В эту квартиру супруги переехали в 76-м году. С тех пор в негодность пришли и сантехника, и стены. На крупный ремонт не было денег. Узнав о республиканской программе, пенсионеры решили в ней поучаствовать. Вдруг в этом году к нам в апреле месяце пришли комиссия с САБЕСа, посмотрели. Когда они пришли, эти две девочки, я уже забыла их звать, она стала спрашивать у меня, стала ходить, смотреть, ой, бабуля, тут надо всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё надо менять. По этой программе анангены получили солидную сумму – 50 тысяч рублей. Заменили потолки, батареи, поклеили новые обои, полностью обновили санузел. Кафель, целиком вся система, водоотведение, водоподведение, поменен унитаз, поменено всё. Делать ремонт помогали родственники. Главное, чтобы родной бабуле было уютно. Я не знаю, думаю, господи, неужели я ещё где-то нужна кому-то. Важно то, что вот эта программа, республиканская программа помощи. Спасибо, спасибо, спасибо. Большая благодарность. Очень даже я была рада. Это вообще, и был бы сейчас мой дед, он бы сказал, ну что, дали тебе деньги-то. Да я, наверное, только, как сказать, начала жить, наверное. Республиканская программа соцподдержки граждан стартовала в 2014-м. Только в этом году помощь в домашнем ремонте получили 53 пенсионера. На это из бюджета республики потратили больше миллиона рублей. Материальная помощь на ремонт жилья выплачивается инвалидам, участникам войны, вдовам погибших, умерших инвалидов, участникам войны и участникам трудового фронта. Часто обращаются, востребовано, потому что частный сектор, дома есть старые, требующие ремонта. Да и в благоустроенном секторе есть нуждающиеся. Программа помощи действует по всей республике. Для того, чтобы принять в ней участие, нужно обратиться в местный СОБЕС. Адресы телефона Баканской соцслужбы указаны на экране. Татьяна Лукуц, Александр Сердюк, РТС. Понедельник, суббота, воскресенье.